Представить современную медицину без пластической хирургии уже невозможно. Мамопластика – это один из инструментов пластической хирургии, который доступен практически каждой женщине. Увеличение или уменьшение груди, изменение и корректировка формы, устранение асимметрии, решение других проблем – это стало массовыми операциями во всём мире. Наиболее популярное – увеличение размера и улучшение формы груди с помощью имплантов. Однако есть и немало мифов о пластической хирургии и о мамопластике в частности. Развеем их или утвердимся в их верности прямо сейчас. В студии у нас Иван Авдеев, врач-онколог, пластический хирург. Иван Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще, вот, глядя на ваш опыт, на опыт ваших коллег, скажите, пожалуйста, меняется ли отношение к пластической хирургии в настоящее время? Ну, мне кажется, всегда хотели женщины что-то в себе поменять. Ну, и слава богу, в принципе. Для этого есть возможность. Поэтому сейчас просто пластическая хирургия стала более доступна. Практически в каждом городе она есть. Ну, и количество людей увеличивается с каждым годом. Ну, если мы говорим сегодня о мамопластике, да, то есть это… Я правильно понимаю, что это именно хирургическое вмешательство, связанное с грудью, да, то есть с молочной железой? Да, всё правильно. С какими вообще проблемами женщины обращаются? Все ли хотят только увеличить грудь? Да нет, на самом деле очень малый процент хотят просто увеличить грудь. Это где-то 20 процентов. В основном хотят скорректировать её. То есть, ну, после кормления дети не прибавляют нам здоровья и красоты, к сожалению. Грудь провисает, изменяется, меняет форму. И женщины хотят её исправить. То есть, либо подтянуть это всё, улучшить как-то, либо поставить ещё импланты, увеличить дополнительно. Там мы уже смотрим и выбираем, какой подход выберем. Ну, на самом деле, немало мифов, связанных с мамопластикой. И один из них, что вот наличие имплантов может как-то повлиять и спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Вот что вы можете сказать на этот счёт? Ну, это миф. Ни одного исследования, конкретно доказывающего зависимость имплантов и онкологии, и рак молочной железы, нет. То есть, имплант, по идее, он ставится не под железу, он никак не взаимодействует с молочной железой, он ставится под большую грудную мышцу. Есть некоторые хирурги, которые до сих пор ставят под молочные железы, или это, допустим, для спортсменок, которые не могут мышцы эти отключить. Там ставится, да, под молочную железу. Но это очень редко. И, как правило, там результат будет не очень хороший. Об этом пациентке предупреждается. Это как бы результат на несколько лет. Иван Анатольевич, если, например, вот вы привели пример женщин, у которых уже, например, есть дети, да, и после рода, после кормления грудью, как-то им не нравится, как изменилась форма их молочной железы. А если, например, к вам приходит молодая женщина или женщина, у которой, ну, там, еще нет детей, стоит ли, вот если, например, она сделает такую операцию, могут ли возникнуть затруднения, вот именно когда она станет мамой и захочет кормить грудью своего ребенка? Да практически никаких затруднений не возникнет. Как я повторяю точнее, что сам имплант, он никак не взаимодействует с молочной железой, он не передавливает протоки, ничего. Но какой-то процент осложнений, он может быть, конечно. Но это, возможно, и не связано будет с имплантом никак. Возможно, протоки либо короткие, либо отсутствие, либо еще что-нибудь. То есть это миф, что это напрямую связано и будет затруднять? То есть женщины спокойно кормят с имплантами молочных желез. А нужно ли импланты менять? Вообще есть ли такое, что вот сколько, есть ли у них срок службы? Это вот все женщины спрашивают этот вопрос. Вот смотрите, если с имплантом нет проблем, он целый, на месте находится. Эстетического дискомфорта не доставляет имплант, менять не нужно. То есть даже там 20-30 лет этим имплантам, если все с ним хорошо, женщины, как правило, не меняют. Ну, единственное, они приходят ко мне и говорят, может, мне стоит поменять? Ну, не стоит. Если, конечно, он поврежден, да, там 100% придется его менять, потому что он потеряет форму. Хотя вот этот силикон, содержащийся в импланте, он абсолютно безопасен для здоровья женщины. И капсула, которая образуется вокруг импланта, она, ну, имеется в виду биологическая, она и сдерживает, в принципе, и форму какую-то может поддерживать. Некоторые женщины всю жизнь ходят с породным имплантом, даже не знают об этом. Но так, в основном, женщинам из-за чего приходят? Эстетический дискомфорт. Мы не молодеем, грудь все равно даже на импланте, она начинает провисать. И нужно как-то, возможно, скорректировать. Корректировка. Да. То есть это тогда имплант либо меняется, либо что-то делается еще? Если имплант устраивает, можно этот оставить. Если женщина хочет побольше, меняем. Если поменьше, тоже меняем. Иван Анатольевич, есть ли какая-то мода сейчас, тенденции? Хотят ли женщины очень пышную грудь? Или они хотят чего-то другого? Я понимаю, что все хотят разного, но можно ли говорить о тенденции? Ну, ко мне приходят разные пациентки. Я не могу сказать, что-то модно, что-то не модно. Ко мне приходят некоторые пациентки, говорят, я не хочу естественную грудь. Я хочу вот грудь, чтобы все знали, что я сделала малопластику, чтобы они были... То есть и такого тоже хотят? Таких много очень. То есть я хочу два шарика, начинается отключиться, вот так. Ну, это желание пациентки, я его удовлетворяю. Кто-то хочет, допустим, межгрудное пространство, очень узкое, я им объясняю, что могут разъехаться ареулы или еще что-нибудь. Тоже хочет, ладно, пусть получает. Кто-то просто приходит за естественной грудью, немножко увеличить, передать бодрость, наполненность. Там тоже удовлетворяем. А, кстати, бывают ситуации, когда вы и ваши коллеги отговариваете пациенток делать какие-то манипуляции? С чем это связано? Ну, если мои пациентки смотрят меня сейчас, то, наверное, первый вопрос, который меня задал, а зачем что-то менять? Я, как правило, 80% пациенток стараюсь отговорить, направить куда-то. Понятное дело, если передо мной пациентка с гигантом истей и огромной грудью, которая мешает просто здоровью... Уменьшить тоже можно. Конечно. Которая просто дискомфорт в здоровье, там какой-то выдоставляет. Там, да, там я не буду отговорить. Там нужно убирать. Иван Анатольевич, правильно ли я понимаю, что все-таки вы, как врач, прежде всего смотрите на здоровье и функцию? Все-таки это все равно важнее, чем эстетика? Или нет? Ну, перед операцией у нас пациентки проходят полное обследование. Их смотрит обязательно терапевт после этого обследования, потом анестезиолог, которым я, в принципе, доверяю. У нас два анестезиолога, очень опытные. Ну, и потом еще анализы просматриваю я. То есть пациентка, не будем рисковать ее здоровьем. Конечно. Ну, здесь я в этом и не сомневаюсь. Я скорее, наверное, про то, что, когда вы сказали, а зачем что-то менять? Наверное, я скорее после этого вопроса задала свой следующий про то, что все-таки здоровье и функция как-то у врачей, у докторов идет на первом месте. Хотя вы пластический хирург, и эстетика не менее важна. Сам процесс операции, восстановление, реабилитация, насколько он долг и насколько он болезнен? У каждого по-разному. То есть некоторые девочки встают после операции, как будто ничего не было. Кто-то лежит пластом. Ну, тут у каждого свои пороги болевые. Как правило, дискомфорт вызывает очень белье. Но оно должно быть. Я это объясняю пациенткам. Специальное белье? Конечно, компрессионное. Что в нем нужно ходить, от этого зависит успех. Реабилитация, как правило, три месяца. Ну, я ставлю такой срок. Первые две недели пациентка ходит постоянно в белье, не снимает, не растягивает, не моется. Вот эту область. Через две недели можно принимать уже душ. Через месяц уже можно белье снимать иногда. А если вот вы говорите, что есть пациентки, которые говорят, я хочу, чтобы было заметно, да, сделайте мне, пожалуйста, два шарика, чтобы все видели, что я сделаю операцию, да, что у меня мамопластика. А все-таки, если, например, женщина, наоборот, не хочет это, ну, как-то афишировать, заметно ли, что, можно ли сделать так, что это не заметно, а просто красивая фигура? Ну, как бы все равно заметят, что что-то изменилось в женщине. То есть, если она ходила, совсем не было груди, а потом она пришла, и у нее что-то есть, уже заметно. Поэтому так не получится. Когда женщина хочет, чтобы незаметно было, она немного лукает, она все равно хочет в себе что-то поменять, сделать это заметно. Ну, и вы как доктор? Это просто можно сделать более естественно, либо менее естественно, как она хочет. Ну, я думаю, что нам, наверное, осталось пригласить к вам ваших клиентов, потенциальных пациенток, куда обращаться на консультацию и, собственно, за тем, о чем мы с вами говорим сегодня. Это самый центр напротив интуриста, перевелок Арсению А4, Биорицу. Институт пластической хирургии, так вы позиционируете? Да, 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 очень гордо звучит. Да, конечно, конечно, потому что это действительно такие прям исследования, такая достаточно мощная и серьезная работа. Ну, мне кажется, что тема, которую мы сегодня обсудили с вами в студии, она достаточно интересная, и те вопросы, которые я вам задавала, наверное, наиболее часто и задают женщины, и, возможно, кто-то получил ответы, которые помогут вам сделать верное решение и прийти на прием к пластическому хирургу или не приходить. Пока. В студии у нас был Иван Абдеев, врач-онколог, пластический хирург. Мы говорили о мамопластике. Продолжение следует...